... ... ... Господи, где же он живёт? Может здесь? О, ёлка, извините! Ну, я надеюсь, он наконец-то в этой квартире. Я ухожу третий день, блин. Что это? Блин, может быть он здесь? Как ты меня нашёл?! Всем здравствуйте! Мой оператор меня нашёл, а поэтому я снова вас приветствую в своей творческой мастерской. В прошлом видео мы делали холст, что на нём я написал, вы можете увидеть в моей группе ВКонтакте, ссылка в описании. А сегодня я научу вас, как быстро, легко, начинающему художнику нарисовать свою первую картину. У меня есть уже одна готовая, она многим нравится, ну уж не знаю почему. И сегодня я покажу, как это сделать легко, буквально за 15 минут, в секунду. Выглядит на вот так. Я надеюсь, хорошо видно. Вот. Для этого нам понадобится что-нибудь то, что может держать лист. это импровизационная хрень, мольберт, скажем так, так как мольберт настоящий, используется под штатив. Что нам для этого нужно? Для этого нам нужна кисть. А где же нам взять кисть? Угу. Может, здесь? Или, или, или может быть, вот здесь? Но мне кажется, это слишком легко. По-моему, я знаю, где нам взять кисть. Ну вот. Не так. Давай отсюда. Ну вот. Теперь кисть у нас есть. И мы можем приступить к нашей картине. Что надо сделать в первую очередь? Нам нужно закрасить все это в черный цвет. Берем черную акриловую краску. Можно такую. Можно такую. Любую. Какая понравится. Открываем. И начинаем. Просто все замазываем черной краской. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Замазываем краской. Вот. 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 Ничего не боимся. Замазываем. Максимально быстро. Потому что мы торопимся. Мы очень торопимся. Вот так вот. Вот. Ну и наше любимое. Вот так вот. Вот. Делаем ровный слой. Чтобы было. Просто был черный. Совершенно черный лист. Можно, конечно, взять сразу черный лист. Но слишком легко. Вот так вот наносим. И теперь ждем высыхания. Ну вот. Наш лист высох. Теперь нам нужно здесь нарисовать круг. Можно взять, конечно, циркуль. Но это не интересно. Вроде что-нибудь другое. Нам нужна тарелка. Здравствуйте. Это Шок Контент. Сейчас мы попытаемся найти в этой квартире тарелку. Предлагаю пройти за мной. Осторожно. Говорят, что здесь водятся страшные хищники. Нам нужно двигаться очень быстро. Нам вот двигаться очень быстро. Тихо. Аккуратно. Надо прислушаться. Вы слышите? Я тоже ничего не слышу. Надо быть тихим. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Всё, всё, убегай! Давай, ты быстро. Надо быстрее. Чёрт. Ну вот. Тарелочку мы раздобыли. Сейчас начнем картину. Но перед этим спонсор этого видео. Работа по выходным. Работай по выходным. Умри молодым. Двигаемся дальше. Теперь берем тарелочку, прикладываем ее вот так, сюда, не сюда, не сюда, не сюда и не сюда. Вот сюда приложили. Теперь нам нужна красная краска и мягкая нейлоновая кисть, мягкая, чтобы у нас не было вот этих штук. Наливаем немножко краски, смачиваем кисть в воде. Прикладываем нашу тарелочку и обводим. Аккуратно по контуру обводим тарелочку, прям по самой тарелке. Елозим кистью прям по тарелке. Это будет не быстро, но магия монтажа нам поможет. Вот. Держим так, чтобы тарелочка никуда не передвинулась у нас. Вот. Откнулись. Получаем красный кружочек. Теперь все это, его просто закрашиваем красной краской. Закрашиваем целиком и ждем, чтобы высохло, потому что поверх нету, будем наносить черную краску. Пока сохнет, мы можем добавить еще немножко красной краски. Теперь берем кисть с жесткой щетиной. Это у меня какие-то китайские кисти, они мне очень нравятся. Кому интересно, спрашивайте, я дам ссылку. Zoom, AliExpress. Стоят они рублей 300, 12 штук, то ли 6. Ну, последний номер 12, больше ничего не помню. Почему нужна жесткая? Потому что мягкая, не оставляя текстур, ты будешь закрашивать. А этой мы будем делать дорожку. Сверимся с оригиналом. Я посмотрел, ничего не понял, но приступим. Я обойду. Смочить кисть в воде. Обязательно. У меня там видно хоть. Набираем краски ни много ни мало. Только сколько хочется. И делаем дорожку. Работаем, немножко дергая рукой. Вот так вот. Чтобы получалась именно дорожка. Наводим сначала сам контур. Уходящий вниз. Теперь можем добавить немножко, ну, побольше. Где-то разрывов. Где-то чего, кому как понравится. В принципе, все это будет рабочее. Можно чуть-чуть побольше вывести сюда. Сверяемся с оригиналом. Фотография этой картины есть в группе ВКонтакте. Ссылочка в описании. Проходим, смотрим. Делаем острые углы сюда. Чтобы все это было красиво. Краска обычная красная. Никаких, ни кадми, ничего. Просто акриловая красная краска. И надо брать обязательно в тюбике. Потому что если возьмете в банке красную, после высыхания она будет оранжевой какой-то. Ну, только не красной. Вот только не красной. Это будет красной. Чуть-чуть потемнее. Потому что все это делается на черном фоне. Все будет хорошо. Вот так вот добавляем больше. Можно, конечно, делать это и маслом. Ну, масло у меня есть, но мне его жалко. Добавляем штрихи. Можно, конечно, перейти к более сложным. Возьмем мастихин. Наберем краски. Это я просто показываю, что можно сделать так. Это на самом деле легко. Просто берем, ставим мастихин вот так. И добавляем полосок. То бишь, они нам дадут именно объемы. Краска не будет втерта в бумагу, скажем так, размазана. А именно будут лежать четкие полосы. Те, которые будут текстурами нашими. Вот так вот. Чуть-чуть. Раз, раз. Раз, раз, раз. Ну, это, естественно, при желании. Поправляем их чуть-чуть. Теперь ждем высыхания. Можно не ждать. Я включаю фен и просто сушу. Наша красная краска высохла. Теперь на нее мы можем наносить наш дальнейший рисунок. Для этого нам понадобится веерная кисть. Кисть такая, либо такая. Для того, чтобы сделать здесь нам травушку-муравушку. Также понадобится тонкая кисть. Вот у меня нулевочка есть. Есть единичка. Есть что-то странное. Два дробь ноль. Какую-то будем использовать. Берем веерную кисть. Мочим в воде. Вытираем. И вот сюда, на край, делаем травку. Надеюсь, у нас получится это сделать. Я пойду. Вот сюда. Не выходя ни за какие границы, остаемся только в этом круге. Делаем вот так. Берем такую. Она более разорвана. Я просто взял ножницы и понадсекал, чтобы были более разорваны. Опять же мочим в воде. Набираем краску. Много не набираем. Делаем травку чуть-чуть выше. Чуть-чуть. Берем тонкую кисть. Мне нравится нулевочка. Вот эта. И поднимаем немножко вверх травку. Чуть-чуть. Толстовато получилось, но мы не расстраиваемся. Берем еще тоньше кисть. Заканчиваем нашу траву. Теперь той же самой веерной кистью, той же самой, которую мы делали траву. Здесь сбоку делаем такие разорванные облачка. Много краски не набираем, чтобы много не носить, чтобы не было грязи. Чуть-чуть легкими прикосновениями делаем облака. Вот с этого. Я думаю, вот столько будет достаточно. Вот чуть-чуть. Вот так вот. Теперь мы здесь делаем ветвь и здесь делаем ветвь. Как кому нравится. С утолщением как? Посмотрите сами. Делаем с вот этой стороны. И выводим вот сюда ветку. Добавляем веточки. Не боимся. Веточки добавляем столько, сколько нам понравится. Кривые, косые. Чем кривее, чем косее, тем будет красивее. Вот так вот. Без страха и упрека краски много не берем. Во всем нужна мера. Где-то будет толще, где-то будет тоньше. Это деревья. Они нас не спрашивают, как им расти. Еще одну веточку можно добавить. С этой стороны сделали. Вот то, что тут где-то толще, будем делать вид, что это птички. Сделаем сюда веточку. С этой стороны делаем ветку. Не такую большую, как у нас была. Чуть-чуть. Потоньше. Главное, ничего не боимся. Ничего сложного в этом нет. Теперь мы сделаем пару бакланчиков летящих. Пару птичек. Здесь вдовике. Не боясь ни галочки. Не делаем галочки. А делаем птичек. Видишь, делаем мы тельце небольшое, тонкой-тонкой кистью. И делаем крылышки. Оп. Оп. И здесь вдалеке. Улетающие вдаль. Оп. Оп. Здесь. Можно. Давайте еще одну сделаем. Вот сюда. Можно еще. Сколько хотите. Но не очень много, чтобы... Это было не очень много. Подправляем где-то веточки. Берем кисть. Я обойду. Вытираем насухо. Не моя. Вытираем насухо. Просто от краски. Чтобы она была в краске, но сухой. И немножко все вот это разретушируем. Чуть-чуть. Где-то что-то есть. Эта красочка салфа. Но не размазываем. Чуть-чуть. Просто ретушируем. Можно добавить еще немножко травки. Для этого надо кисть опять смочить. Я обойду. Немножко где-то еще можно что-то добавить. Тонкими разрывными видами. Вот. Я обойду. Вот в принципе и все. На самом деле, как вы видели, если вырезать из головы все то, что вы видели до этого, это все делается на протяжении 10-15 минут. Потом одеваем это в рамку. Как вы можете видеть, она очень простая. Ничего в этом сложного нет. В фикс-прайсе рамки со стеклом стоят 200 рублей. Формат А3. Замечательно, кто-то влазит. Под стеклом, естественно, будет выглядеть намного лучше. Кто хочет увидеть вблизи, группа ВКонтакте, ссылочка в описании. На этом я предлагаю закончить наш сегодняшний урок. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Всем удачи, всем пока.